Привычные Привычные глаза Энламен мою простой Всех обхватили за постой Все те же веселые зеленые глаза Привычные части Привычные синие Привычные слепые Привычные Привычные Grant которые здесь представлены, я показываю и делаю, что я думаю, что я думал, что это мне действительно об этом портят. И я надеюсь, что это будет у меня немного, что будет. И начинаю с Илона Олденбрайт. Продолжение следует... Это гиттернец из шейтен, в котором всегда это гиттернец, а также это гиттернец, а также это гиттернец из разных рейтинговых пациентов, в которых внутренние и внутренние Димензионы этой личности, которую она изображает, вместе со мной. и я думаю, что это не ошибся, если я говорю, что в этой работе видимо Australian, как правильный вид и решения, как можно стремиться подробнее и, как можно смирить еще более мультантом отражающегося в целом этого корпуса, то есть еще одно, что еще больше под названием из отдельных портят, и это человеческое личное обзор обзор, и это основан на инспирование из отдельных людей. И эта техника, которая еще как последствия к Илонасу, потому что эти шишки, как в Драке-геспинцы, которые потом из-за гипсов и обректируют, это очень актура. И Илона Орденбайдт тоже есть Мастер-Шюлера из Харо-Якоб и она использует это в Скульптур, в и поэтому она интересна эта технология, которая также имеет интересную технологию. Это очень интересно, если мы это знаем, что мы видим. Следующий я хочу сказать о Иоанн Болмельбок. Иоанн Болмельбок, который я тоже хочу обратить, если он вверх. И он создавал эти портреты, которые здесь находятся на линейке. И для него есть очень значительная линейка, как Крутур и как Бетонун для важных аспектов и моделей, которые он портятит. И особенно в его работе, что он изображен, что в основном, что он изображен изображен. Мы встречаем только в фигуру, которые, как иначе, не исключительно кинстичной аттитюме, и они на себя самостоятельно выражены, полностью свободно от каждого обе, или от каждого объекта, которые они могли бы себе анвести. И это очень важно, что в частности Ластивитит и Лихтайд в этих человеках, которые вы пытаетесь делать. Что я очень желаю вам сказать, что я очень важен для того, чтобы понять, что это означает, что, что я сказал, что есть особая Suggestion, что модели, которым он стоит, и есть фасзина, это один-то 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 обработать. И он делает какую-то копию, и он делает себя очень сильно лето через это конкретное тело, которое так присутствует. И я работаю поэтому в первую очередь с очень абстракт Фарбфлэшен, которые как-то энергетический Грунтон или Суммин, как ты говоришь, и это как-то контракт, который ты противоположен. Это связано с реальностью с реальностью интересного движения, которая фрея или кинствующая издушная форма и это и это не для меня, потому что я не знаю, но это очень хорошо, чтобы понять, что происходит, что происходит с реальностью с реальностью, и я бы хотел бы за Раа Асади и тоже, она была очень рада, и она была в нашем рюке. Она делала Если у них, которые в районе сидят, обедутся, то есть у нее с Сара, которая в основном, мажем, в рамках этой точки зрения. Сара Асали, которая уже в нашей Центре создала, была очень заданная импирация, которая изображает от отражений и отражается с санитрами. И что, особенно из-за того, что у нас на небольшой флэхе, на нашем теле, всю историю и биографию каждого человека. Это наш отруксорган, что мы, как большая флэхе, которая нackт из-за того, как в мире, и удачи, естественно, что это связано с нашими работой, и улучшение между клиентами и реальностью моего раума, которое будет учитывать как форма для учителей, а то, что образ будет в виде фигур в реальность? Как вы влияет эту Фигуру? И, как и о том, что она делает с его наружу? В ней находится в себе? В ней и здесь движется всё на него, что происходит в реальном районе. И это я очень интересно в твоём работе, что ты это даже на него портят высаживаешь. Отличный отличный к Ян, который сила в интернете. Это важно, чтобы вы их фигуры с романгер и с Романгерами с Романгерами. Это видно на этих работах. Это очень важно, что мы через романгерство или романгерство от нормальной романгерстики, мы не можем видеть, кто-то в виду, Затем смотрят ли они, они взяты, они взяты, они взяты, они взяты, они взяты. Это то же самое, что нам понадобится в классическом Портрии. И вот эти форматы, конечно же, в какой-то университете, в том числе, что они рудные форматы, а также также, как и для композиции. вверху ставить. Я попрошу Бориана Петюнтра, которая является четвертым и последним, кто с ней в Малереи beschäftится с портретом. Их работа, может быть, в какой-то момент, как и в том, что Сара изображает, потому что здесь, что вы видите на этой стороне, как например, в Диптихон. Они очень спокойно и очень классно позиционированы, и они очень внимательно смотрят, и скажут, что я смотрю в свою силу, как Ивуриана эти линии, но из-за специальной магии, которая выясняет, что вы видите, как мы знаем из классических Малеров, что она тоже изучала, которая классическая Малерия, и так далее. И так далее, эта анлажа как птичхон очень хорошо обращает, чтобы об этом социальном и социальном социальном, и это, конечно, что для Портреймалеров все-таки большинство. Это как-то вопрос, как-то, 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 а то, что мы не знаем, что мы знаем, как эти работы происходят. И так называют Бориана Трансформу или Трансформацию. которые мы другим образом, наиболее, что мы видим, что мы как разумно-либо, как разумно-либо, как и в основном, в помещении, как отректов, как еще не было. Д.к. это как то, что мы видим как разумно-либо из его брюби, в том, что только из шаттона или из шема для нас сихи, И Бориана говорит о этой работе как общение с Körper и Силой. И я думаю, что это очень красиво, чтобы показать, что для этого портят эти два сайта есть. Мы имеем во время этого, и это важный критерий, но это очень полезное портят, чтобы это сделать, чтобы это помогать. Теперь я еще раз к тем, кто фотографии в этой сайта представлены. И я вам покажу, Frank Ярке на меня. Продолжение следует... ...sich auch im Bereich Kunst, Werbung und Produktfotografie umtut und den ich deswegen auch sehr schätze als jemanden, der hier wirklich nochmal ein bisschen rausragt aus der reinen künstlerischen Perspektive und der mit seinen Arbeiten hier einen Kontrast öffnet zwischen Digitalfotografie, das ist auch ein sehr zeitgenössisches Thema, der Digitalisierung und einer Art, ja, Bei der Defizienzerfahrung könnte man sagen, dass wir mit dem Bereich der Digitalisierung immer weniger Kontakt zu Materiellen haben und vor allen Dingen auch immer weniger diese Momente des Unverfügbaren und Überraschenden in der Fotografie haben, generell auch in dem Porträt dann im Speziellen. Und dem hat Frank hier gegenübergesetzt, dass er Digitalfotografien aus Auftragsarbeiten auf Holz, also sprich ein sehr urwüchsiges, grundsätzlich analoges Material übertragen hat Und damit mit diesen zwei sehr verschiedenen Ästhetiken spielt, also die Ästhetik des Natürlichen als Hintergrund, genau, mit der Ästhetik des Digital Bearbeiteten, das halt sich gegenseitig irgendwie in gewisser Weise fremd ist und hier aber zu einer Einheit im Kunst, der kommt. Und mit dieser künstlerischen Position haben wir, und ich denke, da gehe ich nicht zu weit vielleicht ein Beispiel, wo man sagt, wir können auch in die sozialkritische Dimension mit dem Genre und Porträt gehen. Genau, und ja, der letzte Künstler, der wird leider erst später zu uns stoßen, und das ist Hamid Saadeli Naibis, ein Künstler, der in Teheran geboren ist und seit 1964 schon in Berlin lebt und arbeitet und neben seiner Tätigkeit als Künstler in der Malerei, in der Fotografie, sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet auch, dass er einen unglaublichen Wissenschatz hat. Und das betrifft Archäologie, Ethnologie, Philosophie, Kunstgeschichte, das ist ein, sag ich mal, ganz anderer Hintergrund, was die Theorie der Kunst angeht. Und er hat hier Fotografien ausgestellt, die eine inszenierte Fotografie, wie er es nennt, darstellt, bei der der Körper der Modelle von Bildern aus Licht bestrahlt werden, die, wie er intendiert, in das Innere dieser Menschen, dieser Figuren, die er beobachtet, mit denen er sich auseinandersetzt, vordringen. Und in diesem Raum haben wir jetzt leider kein Beispiel, aber sie haben sicher am Eingang dieser Aufstellwand drei Fotografien gesehen. Und das sind diejenigen, von denen, die hier im Mittelpunkt stehen. Und die Idee für diese Serie war dadurch entstanden, dass Hamid darüber nachgedacht hat, so hat er mir es beschrieben, dass letztendlich das Gesicht im Alltag ein Träger von konventionellen Ausdrücken ist. Und zum Beispiel erzählen unsere Gesichter gar nicht, was in unserem Inneren ist. Wir lernen, wie wir unsere Mimik zeigen. Das sind gewisse Rollenspiele, die wir haben. Aber sehr viel bleibt dahinter verborgen. Und mit diesen Fotografien, die in völliger Dunkelheit entstehen, wo der Fotograf in diesem Fall allein mit dem Modell in so eine spirituelle Auseinandersetzung kommt, soll er das durchbrechen und durch diese Bilder aus Licht, die er auf Gesichter oder Körper projiziert und das fotografiert, herauslöst und zu einer Innerlichkeit führt. Und damit möchte ich jetzt meine kleine Reise zum Ende kommen lassen. Der Wind, ein fröhlicher Anarchist, Pfeift ein Rath im Liedchen und will bleiben. Wer klug war, hat sich schnell verpisst und wird uns lange Briefe schreiben. Traurige Laternenköpfe suchen, wie nach Münzen und Scheinen und finden nur Dreck. Zwischen Kopfpflastersteinen Schöne Füchse, Tigern, durch die Straßen schluchten, auf die erste Straßenbahn warten die Verfluchten. Im Breitropf der Freiheit kochen die Gedanken, auf die Signale warten die Verdammten. Gerne Füchse, Tigern, durch die